Андрей Валерьевич, ну завершился спарринг с «Факелом» у Вас. Будьте добры, какие-то комментарии по игре, Ваши впечатления о прошедшем матче? Ну, прежде чем давать впечатление, хочу сказать, что «Факел» очень кофицированная и командная игра, мне очень понравилась содержание игры. Мы, можно сказать, что на равных играли только первый тайм, потому что у нас молодая команда, еще не сыгранная, плюс мы находимся под очень большими нагрузками и пытаемся выйти на тот уровень, чтобы поддержать хотя бы игру с такими командами, как «Факел», «Тулу» мы встречались. То есть мы выдерживаем первый тайм, но пока немножко не хватает сил во втором. Плюс мы играем обычно двумя составами. Одна игра сегодня, другая завтра, поэтому у нас не было замет, чтобы можно было освежить команду. Я специально делаю так, чтобы футболисты терпели, играли 90 минут, чтобы выходили, чтобы поднимали из себя физические кондиции. Потому что нет возможности сейчас, у нас нет времени, очень мало. Команда собралась только 15-го числа, и при том, что эта команда из 20 человек, порядка 10-12 человек были на просмотре. Поэтому мы только собираем нашу команду и пытаемся что-то сделать. Андрей Валерьевич, Ваш приход в Енисей, очевидно, означает, что Красноярский клуб ставит какие-то большие задачи. Я правильно понимаю? Задача у нас вернуть людей, людей-болельщиков, чтобы они все-таки опять поверили в футбол в Красноярске, поверили, что нужно ходить, чтобы показывать определенную игру, и у нас будет задача выигрывать. Конечно, мы не можем равняться, допустим, с той же пятеркой или шестеркой команд, которая была в том году, но будем стараться конкурировать. Ваш прогноз на предстоящий чемпионат ФНЛ. Кто фаворит или группа фаворитов, на Ваш взгляд? Фавориты те команды, которые вылетели, потому что, начиная с бюджетов и подбор футболистов, немножечко другой. Поэтому я думаю, что эти две команды, Мордовия, Тосна, допустим, Ваша команда, которую я сейчас всегда смотрел, и всегда она там, всегда там, рядом. Ну, это футбол, будем смотреть. В те времена, когда Московский «Спартак» и Вы, в частности, играли с «Воронежским факелом», помните те игры? Ну, это было давно, конечно, помню. Когда в Воронеже полные стадионы всегда, то есть, ну, это приятно. Если люди любят футбол, и команда стремится и показывает хороший футбол, но сейчас задача как раз в Красноярске сделать так, чтобы людей, чтобы болельщиков вернуть на стадион. То есть, больше всего, что Вам запомнилось при Ваших визитах в наш город? В Воронеж? Да. Наверное, открытость и простота людей, чтобы душевные, с душевным подъемом болеют за команду, гонят ее вперед, и не было никогда, чтобы мы приезжали в Воронеж, и нам было легко. То есть, эмоциональный подъем команды, всего стадиона, это заряжает команду, поэтому всегда были интересные матчи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова